Привет! Снова записываем новый ролик, он входит в традицию, надеюсь мы будем его продолжать. Значит, я долго думал как это назвать. На прошлом уроке мы столкнулись с таким разделением, как smoke тесты, sanity тесты, regression, full without. Я упоминал там, когда мы смотрели на исследование, когда отвечали на вопрос как мы будем запускать программу, как ее будем смотреть, и решил сделать отдельный ролик по этому поводу. И назвал это как уровни детализации проверок, уровни детализации тестов. Ну давайте рассмотрим. Значит, у нас есть программа, такая большая, у нее есть набор каких-то фич. Эти фичи, обычно программы достаточно большие, поэтому у нее даже есть набор фич, набор областей, арий, из которых каждая арий состоит из какого-то комплекта фич. Допустим, у нас есть арий, области, и каждая арий, у нее там есть набор каких-то фич. Эти фичи мы покрываем тест кейсами, и не получаем, и когда вот одну фич или одну арий мы покрываем набором тест кейса, это получается тест-сьют. Тест-комплект такой, да? И эти тест-сьют, они могут быть очень большие, потому что проверок в одной даже фиче может быть достаточно много, а в целой области, естественно, что их там намного больше. И какая здесь у нас проблема? Как раньше делали, то есть когда тест-кейсы писали очень детально. Описывали, нажмите на эту кнопочку, там вот посмотрите сюда, окошко такое появилось, в нем должно быть написано вот это. Сначала это было как бы, надо было делать именно вот так, все считали, что это правильно, потом поняли, что когда какую-то, допустим, вот фичу или даже область, ну, область, скорее, фичу убирают, или там что-то меняется, где-то какое-то название даже кнопочки, а у тебя там пять тестов завязано название этой кнопочки, то надо очень много работы по переделыванию тестов. Плюс еще же надо новые написать, еще надо их выполнять когда-то. Очень много, большая проблема была в поддержке тест-кейсов, таких детальных тест-кейсов, потом от этого начали отказываться, не все фирмы, конечно, но вот многие отказываются и делают так называемые чек-листы. То есть как бы просто не детальное описание, куда смотреть, а просто о чем не забыть. Это вот если сравнить, то, например, взять повесть какую-нибудь, да, или там даже роман, то вот содержание его, это будет чек-лист, а вот это все описание, это будет детальный тест-кейс. То есть мы это убираем, как именно оно, делаем содержание, ну, там еще где-то чуть-чуть добавляем какие-то моменты, которых не забыть посмотреть сюда, допустим, там, ссора в доме, да, то есть не надо описывать эту ссору в доме, ну, как, если брать пример все-таки романа, или там, допустим, потом программисты просто снесли этот дом, этого дома нет, и поэтому вот вы просто убираете ссору в доме, этот чек-лист убираете, не чек-лист, а проверку в чек-листе. А если бы это был детальный тест-кейс, вам пришлось бы искать везде, где упоминается этот дом, убирать это все, переделывать, ну, то есть переписывать довольно много, как бы Лев Толстой, который там семь раз переписывал и номер, вроде бы как. Вот, то есть это то, что касается чек-листов, как бы, некоторые и их не пишут, то есть, ну, и считают, что вот я такой классный, потому что я не пишу тест-кейс. То есть, если у вас есть на что основываться, то, как бы, ну, разный случай бывает, там, кто-то автоматизацию полностью делает, там, каких-то вещей, и он основывается на них, и тест-кейсы. Остальное, то, что нужно проверить, он держит в голове. Но если вот, допустим, вы уходите, так называемый эффект грузовика, если вас сбивает машина грузовик, да, то все тест-кейсы, там, вся информация осталась у вас в голове, и ее некогда передать, нет, как бы, возможности ее оттуда больше вытащить, к сожалению. Надеюсь, это с вами не произойдет, но вот сам факт в том, что хранить в голове хорошо, но вот по себе знаю, забываешь, просто забываешь какие-то моменты, а потом ты вспомнил, когда уже закончил, что забыл вот это сделать, вот это было вот то. Вот, это то, что касается у нас тест-кейсов, то есть, хотя бы чек-листы, их нужно писать, хуже не будет, поддерживать их очень легко, они не детальны, они просто, как указатели, вот, допустим, там, орфографию проверить, там, репорт, там, создание репортов здесь, вот так вот, просто такие вот, как небольшие предложеницы, которые напоминают, что вам нужно делать, как вы будете проверять, вся ваша, там, креативность и так далее, все это ваше, то есть, вы дадите этот чек-лист другому человеку, он начнет это проверять, он, как бы, проявит свою креативность, найдет какие-то другие дефекты. Почему раньше так сильно цеплялись за эти тест-кейсы? Потому что, то есть, нового человека берешь, то его же надо ввести в курс дела, но вот у нас на проекте, например, на прошлом, человека нового вводили, там, раз в два года, а тест-кейсы выполняли, допустим, там, раз в месяц, если все, ну, там, или раз, там, в три месяца, да, то есть, писать детально тест-кейсы, потом их поддерживать все это время, пытаться только для того, чтобы когда-то один новый человек придет, которому ты все равно все расскажешь, ты же не просто его кинешь на тест-кейсы и делай, ну, такое тоже бывает, но именно, все равно ты будешь ему подсказывать, то есть, проще делать чек-листы, намного проще их поддерживать, они удобнее, они не сковывают тебя, вот, допустим, опять же, после трех прогонов где-то человек, ну, тест-кейсы, да, человек начинает уже, и он просто их запоминает, то есть, тебе не нужно уже смотреть каждый деталь, куда что нажать, ну, память у человека есть, все нормально с этим, поэтому, опять же, это еще один такой минус, зачем делать такие большие тест-кейсы, когда ты все равно потом запоминаешь и делаешь, и как-то по-своему, у нас на чек-листе достаточно. Так вот, теперь, вот уровни детализации, да, вот таких вот проверок, то есть, таких прогонов чек-листов, скажем так, или, там, тест-кейсов, или просто даже если оно у вас в голове, это не сильно важно, на самом деле. Есть вот первый уровень, это смоук, смоук-тестинг, он пришел к, как бы, вот, софтвер-тестинг, тестирование программного обеспечения, оно довольно молодая область, это она, довольно молодая область, и многие вещи, в принципе, заимствованы из других областей, например, вот, когда собирают, там, печатные платы, по-моему, там, это были какие-то девайсы, может, там, приемники, еще что-то, у них тоже есть проверки, это же не только, что мы такие классные проверки делаем, везде есть проверки, вот они делали проверки, они включали, подавали напряжение, то есть, питание давали, платье, если она, там, через пять минут не задымилась, смоук, да, не пошел, не начало дымиться, значит, нормально, вот это был смоук-тестинг, то есть, ты просто включил, посмотрел, нормально, и пошел, то есть, ну, не значит, только вот такие были проверки, но имеется в виду, когда ты все собрал, все уже проверил, просто последний, там, решительный такой раз, вот как у нас, решительное подключение, да, как у нас это было смоук-тестинг, мы когда все проверили, все регрессии, все прогнали, новый билд, и он уже готов к релизу, и там где-то что-то изменили, даже если в документации или где-то еще, мы делали смоук-тестинг, то есть, мы просто инсталлировали программу на всех поддерживаемых операционных системах и запускали ее, ну, самый активный еще, конечно, где-то там что-то тыкали, ну, какой-то самый элементарный путь пробежать, как пользователь будет ее использовать, и все, вот это смоук-тестинг, то есть, это самый-самый минимальный, в принципе, тут даже никаких тест-кейсов не надо, инсталлировал, запустил, посмотрев, что оно запустилось, в общем-то, паснет, если нет, то все, задымилось, это смоук, напишем, во-первых, смоук, далее, есть так называемый санитинг, вот здесь вот небольшая, я встречал, скажем так, не обязательно что-то есть, ну, бывает такое, что попутаница, многие путают вот это дело с acceptance testing, как называется, да, acceptance, это приемочное тестирование, почему их путают, потому что санитинг делается, когда программисты дают вам новый билд тестировщикам, да, вы получаете билд, смотрите, можете ли вы его тестировать или нет, допустим, тестирование занимает там две-три недели, вы там за полдня, за три часа посмотрели, что нет блокеров, вот это основная идея, посмотреть в том, что нет блокеров, и вы можете его тестировать, и говорите, да, мы его берем, и понеслась. В этом момент там программисты ничего не делают, ждут, пока вы закончите, ну, или там они что-то делают свое, но они не переключаются на следующие задачи, потому что если вы скажете, что у нас тут два блокера, мы не можем делать, то они должны будут в срочном порядке их пофиксить, выдать вам новый билд, и вы начнете уже тестировать, вот в этом идея. А почему acceptance testing, это, ну, скажем так, классическое его определение в том, что приходит заказчик в предыстории, приходит к вам заказчик, говорит, я хочу там такую-то программу, вот там, что я хочу, вы там с ним поговорили, ну, не вы там, бизнес-аналитики, кто там, говорят с ним, вытаскивает все, что он хочет, делают там спецификацию, потом дают разработчикам, как это вот так все работает, и заказчик говорит, вот я хочу эту программу, и когда вы ее закончите, там, допустим, я вам заплачу, или он платит половину, там, остаток доплачу, когда вы ее закончите, но я проверю сам, или он, ну, обычно либо его, кто-то сотрудники проверяют по тестам, либо он дает это какой-то внешней фирме, проверить эту программу по определенному набору тестов, они часто известны заранее, вот это вот и есть в acceptance testing, то есть, как бы, внутренние тестировщики, которые тестируют, ну, как бы, каждый билд, не самый релизный, а вот просто каждый билд, они получают, они могут тоже основываться на этом наборе, если этот набор известен заранее, вот получается, как бы, да, то есть, приемка, то есть, либо примем эту программу, либо нет, если тесты падают, эти acceptance, да, то есть, не прошли, то фейлы, все, они не принимают, либо пока вы не переделаете, либо они вообще отказываются, ну, заказчик отказывается от такой программы, то есть, вот это acceptance testing, а когда внутренние тестировщики, каждый билд делают тестирование, это называется sunnets, ну, тут есть разница, как бы, это совершенно разные, ну, не то, что совершенно, это разные вещи, просто что иногда их путают, ну, если у вас там фирма так это, то, ну, хорошо, так, то есть, ну, это не совсем правильно, ну, тяжело сказать правильно, неправильно, то есть, ну, вот, классическое определение acceptance testing, это именно, когда программа полностью сдается в релиз, то есть, это не каждый билд, потому что заказчику, как бы, не совсем интересно, что у вас там внутри происходило, главное, чтобы в конце было хорошо, как оно там в середине, там, хоть ничего не работало, это не волнует обычно, вот такие дела, это у нас, вот, sunnets, то есть, как, есть еще такое, как бы, разделение, оно такое плавающее, deep sunnets, то есть, в чем суть, вам приходит билд, разработчики давали какие-то новые фичи, то есть, вы будете сейчас их тестировать, вам нужно убедиться, что, допустим, у нас было, раз в месяц приходил билд, и за три дня до выхода этого билда, который мы берем на тестирование, нам выдавали тот, как бы, ну, билд, который есть сейчас, да, вот его дали нам, там, да, еще не все готово, но мы прогоняли sunnets на новые фичи, да, то есть, мы смотрели, новые фичи мы можем тестировать, то есть, нет ли там блокеров, именно проблема в блокерах, потому что, если у вас блокер, как у нас было, допустим, выбираешь репорт меню, да, создать репорт, и ничего не происходит, то есть, в общем-то, тестирую, а, как бы, новая фича была именно вот эти репорты, то, собственно, вот это вот, как бы, и блогер, я не могу три недели потом тестировать репорты, просто потому что они не вызываются даже, что же я буду там тестировать, и если у меня такой билд приходит, да, там, программисты уже переключились на свои задачи новые, что-то начинают делать, ты говоришь, а, ребята, ребята, тут как-то вот не работает ничего, то есть, ты начинаешь отвлекать их, поэтому за три дня они начинают делать стабилизацию, там, какие-то свои доделают, докидывают маленькие небольшие фишки в эти три дня, как бы, ну, билд, который выйдет в конце, а мы до этого момента делаем санити, ну, не три дня мы делали санити, конечно, там, полдня, либо там, даже три часа, сам факт, что выходил немножко раньше, чтобы у программиста было три дня, ну, там, два с половиной дня на то, чтобы пофиксить проблемы, если они найдутся. Допустим, у нас было такое, там, санити пассет с четырьмя критическими проблемами, то есть, это тоже не, ну, это нормально, в том смысле, что проблемы критические, но они не блокер, то есть, они, как бы, очень плохие, очень серьезные, если кастерный с ними столкнется, но они не блокируют mine test и я могу продолжать тестировать, то есть, да, вот есть, там, проблема, там, неправильный шрифт там, и там, еще что-то, то есть, как бы, оно не юзабельно для кастера, но, в принципе, я могу продавать дальше, что там, картинке вставляя, что я могу сохранить в разный формат и так далее, да? Вот это у нас санити, то есть, это проверка новых фич. Иногда, вот получается вот эти области, да, вот у них фичи новые, вот мы смотрим, что мы можем их тестировать. Иногда мы делаем проверку того, что при, тоже Sunnity, оно же как бы более глубокое, его называют Deep Sunnity. Третий такой уровень. Он необязательный, то есть его, он не всегда есть. Ну или некоторые имеют только один Sunnity, у них это все совмещено, они делают только вот этот Deep и все. Ну они просто не называют его как-то по-другому. Это когда вы проверяете, что у вас есть эрии, какие-то старые эрии, вот новые фичи, которые вы можете сейчас тестировать, а старые эрии тоже не поломаны, то есть там нет блокеров, их тоже можно использовать. Это делается для того, чтобы потом, там, через какое-то время не стало неожиданностью, что у нас половина других фич не работает на самом деле. Мы-то сконцентрировались на фичах, на вот новых вещах, а старые уже поломаны были, там, несколько билдов, никто об этом не знал. Но как минимум вот так вот делаем DeepSignity, где-то на полдня, допустим, занимает, мы все это проверяем, что можно тестировать и понеслась, да, как бы. И еще один такой момент, ну не момент, а такой уровень детализации, это у нас regression. Ну здесь у нас, конечно, самый знаменитый, много о нем говорили, народ, так сказать, ну, многие говорят, что это ужас и страх, там, это то, что должно быть и так далее, ну, проблема в чем, то есть у вас есть какой-то код, который уже работает. Допустим, у вас даже несколько версий программ уже выпущено, вы делали, вы работаете как бы на следующий, да, новый. И, ну, допустим, кастомер сделал какие-то скрипты, которые работают в вашей программе, и он использует какие-то старые фичи в ней, вот в тех эреях, которые уже выпущены, да. Если там что-то, ну, если вот, допустим, выйдет какая-то новая фишка, он может попробовать ее, и она не работает. Ну, вот какой-то момент, который ему был очень интересен, он не работает. Ну, хорошо, то есть, ну, ничего хорошего, но в смысле, что ладно, не работает и ладно, то есть почините, я начну ее использовать. Но вот если у него там сотни скриптов завязаны на какие-то вещи, которые перестали работать, то есть они работали в прошлой версии, он обновился, теперь запускает свои скрипты, они все падают, потому что какая-то штучка поломана там, которая работала раньше. Это будет, как бы, внесенная регрессия. Вот уровни регрессионных дефектов, то есть дефектов, которые функциональность была, работала, перестала работать. Вы нашли этот дефект, это регрессионные дефекты. Во всех bugtrigger-системах есть такой флажорчик. Регрессия, не регрессия. Это вот он, уровень этого, такого дефекта всегда выше, потому что customer уже рассчитывают, что это работает. Это например новая версия, то, что он начнет, что там будут новые фишки, а старый, это, понятное дело, что работает, Для него в голове, что старая это естественно работает, а новая там уже может не работать что-то там, ну бывает такое, но он тоже надеется, что все будет работать. Но вот когда вносят такие регрессии, это, конечно, очень плохо, и для того, чтобы проверить, есть там регрессии нет, или найти их до кастомера, есть там регрессия проводится. Регрессия это вот, вот смог это вообще, можно сказать, без тест-кейсов, sanity это есть определенный, наоборот, там, либо чек-листов, либо тест-кейсов, которые выполняются, но их немного, потому что, чтобы найти блокер, они как бы все на поверхности, вы не можете найти блокер где-то очень глубоко, потому что они все туда дойдут, это не будет блокером, это будет как бы критическим дефектом, но он не будет блокером. То есть sanity это, так сказать, верхушка айсберга, мы просто по верхам пробегаемся по фичам, смотрим, deep sanity это по всем фичам, какие у нас только есть продукты, кто-то говорит, это более глубокое sanity, то есть вы можете тоже новые фичи, просто более глубоко их протестировать, как бы тут несколько, может быть, определений или пониманий вот этого вот типа sanity, да. Ну это, опять же, это не плавающий уровень, то есть смог плавно перетекает в sanity, смог вообще мы чуть-чуть делаем, в sanity мы немножко больше проверяем, в deep sanity мы еще больше, регрессия, это мы проверяем вообще все. Ну, практически все, то есть у нас даже папочки были, да, там, sanity, deep sanity, regression, и вот когда, допустим, приходит build, мы говорим, ну, мы делаем на этот build, там, sanity по, вот эти sanity, по sanity, они сливались в одно, мы делаем sanity по старым ариям, потому что на новой арии еще нету кейсов, да, то есть мы их просто смотрим, мы там, подпись на знак, оно работает, и нажимаем там всякие кнопочки, там, смотрим данные, то оно не оно, то есть работает, не работает. Еще что тоже, вот важная вещь, нужно делать, ну, скажем, то, чтобы, как бы, тяжело сказать, что нужно, то есть, как бы, что правильно, неправильно, или что нужно, что не нужно. Было бы очень хорошо, если бы у вас был такой процесс, что перед тем, как вы берете на тестирование фичу, вы делаете план, ну, тест-план, или у нас тест-план достаточно большой, это может быть маленький такой тест-планчик. Мы называли в FTR, feature testing review, то есть это был, как бы, такой план, мы описываем, как мы поняли, зачем это нужно, кто пользователю, где мы будем проверять, какие операционные системы, ну, в общем-то, тест-план, только он такой, коротенький. И показывали потом это, делали презентацию этого дела, в общем, коротенький, там, час, максимум, полчаса, мы показывали программистам, которые делают фичу, да, рассказывали, мы вот так вот будем тестировать, и какие-то определенные наборы, не тест-кейсов, чек-листов, вот именно тест-кейсов там еще не было просто в помине, то есть, как бы, и незачем было. Даже если бы мы собирались их потом писать, сейчас их на FTR их не нужно было делать. Мы делали просто по верхам, что мы будем, какие данные, сколько и так далее. Очень полезная штука, программисты тоже помогают, они говорят, что, ребят, посмотрите вот здесь, или вы, наверное, забыли вот это, добавьте обязательно, обязательно, посмотрите, вот здесь что-то, какое-то ощущение, что там не все в порядке, вот здесь погоняйте немножко больше, да. Очень полезный отзыв, вы это добавляете, и у вас появляются какие-то кейсы, которые вот можно использовать на DeepSanity, например, или на Sunity, когда приходит новый этот билд. Если вы делаете такие вещи, как вот эти вот FTR, ну, обычно получается так, что мы заканчиваем старую фичу, приходит новая, мы начинаем с ней знакомиться, когда она уже пришла. Это не совсем хороший подход, ну, подход, как бы, практика, старайтесь как-то все-таки что-то с этим делать, начинайте раньше. Моя любимая фраза там, victory loves preparation, да, то есть, победа любит подготовку, то есть, если вы хотите быть, там, победителем, назовем это так, вы должны подготовиться всегда, то есть, и желательно поговорить с программистами, они знают, ну, они не то, что там вот, они ничего не шарят в тестировании, да, что они нам подскажут. Миллион вещей они могут вам подсказать, которые, ну, как бы, вы могли просто об этом не знать, или просто забыть, да, то есть, или не посчитать это важным для вот этих проверок, это важно. Они еще тоже у них можно поспрашивать, с чем оно коррелирует, да, то есть, где пересекаются моменты, то есть, вот эта новая фича, она также, когда вы будете ее тестировать, посмотрите, вот тут, 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 не заделили мы что-то вот это. Такие моменты, старые фичи, это тоже очень важно, ну, там много чего связано, ты не можешь вставить фичу как-то отдельно, ну, иногда бывает, ну, именно отдельно от программы все остальное, она как-то внутрь-то интегрируется, поэтому она соприкасается с другими фичами, и ты должен, как бы, узнать программистов, они не всегда знают, как бы, и не знать, что то, что они тебе сказали об области, все остальные смотреть не надо, просто, что вот такие моменты. И после FTR у тебя появляется вот такой небольшой чек-лист, потом ты начинаешь проверять, он всегда апдейтится, то есть, ну, я ни разу ничего не видел, чтобы был чек-лист, который ты угадал полностью и ни одного теста не добавил, или ни одного чек-листа, ну, так, айтема, так сказать, в чек-лист не добавил, после того, как ты начал тестировать, появляется очень много других вариантов, как бы, много идей приходит в голову, как ты уже работаешь, но ты его обновляешь, ты не создаешь, его обновляешь, потом вот это, то, что у тебя на выходе получилось, ты вставляешь в регрессионный набор. Потом, когда вот приходит время, допустим, там, 6 месяцев прошло, у вас стабилизационный период, вы готовитесь к выходу версии, то есть, когда программисты выгоняете все регрессии, все наборы тестов на все фичи, старые, новые, все, что были внесены, программисты уже не делают никаких новых фич, они только фиксят баги, да. Ну, и здесь, естественно, такая проблема, которой пока неизвестно, как ее решать, это о том, что вы, допустим, прошли пол программы, нашли дефекты, программисты их пофиксили, вы вернулись, проверили, что да, дефекты пофиксили, но вы не можете гарантировать, что дефекты не были, ну, не зацепили ничего другого, то, что вы уже закончили, то, что у вас, допустим, стоит пассет, эти области, которые вы прошли, там, питок уже, да, в них были дефекты, их пофиксили, то есть, область стала зеленой, пассет, но неизвестно, может быть, там появились новые дефекты, неочевидные, и для того, чтобы это узнать, там нужно опять пойти регрессию по ним. Ну, на это, конечно, никогда нет времени, поэтому регрессия будет закончена, и все равно там могут быть баги такие очевидные, причем скажут, как же ты не заметил. Это заметил бы, если бы они там были до того, как я прошел регрессию. Когда они появляются после, извините. Не то чтобы, извините, надо, конечно, еще там санити делать всякие, бегать по этим. Желательно вот здесь, кстати, появляется важность автоматизации. Ну, один из моментов. Много важности автоматизации. Вот в регрессии тоже, они же постоянно накапливаются. Новая фича, у вас старый регрессионный набор, плюс еще одно. То, что вы получили с этого вот FTR, после прогона, добавили в регрессию, она постоянно разрастается. То есть санити может, ну, туда парочку добавляется айтемов с новых фич, которые появятся, которые ставят там в следующем билде, они уже старые фичи считаются. Но в регрессии она будет расширяться еще больше, потому что там очень много проверок различных. Автоматизация регрессии, это наше все, скажем так, ну, как бы часть хотя бы. Хотя бы часть. Вот, и есть еще такой, как бы, последний, я бы его назвал, он называется full. Ну, здесь очень маленькая разница между регрессией и full, потому что full выносят, ну, такие вещи, как бы, у нас там было несколько, я сейчас могу вспомнить только, когда вы делаете, например, проверку сообщения, именно правописание. То есть вот сообщение, вот вы тестируете, новую фичу, это новая фича, да, вот, потестировали, вы посмотрели про кунтуацию, там, грамматику и так далее, вот там четыре предложения у вас, предложение, как вы говорите, там нажали кнопочек, там, warning и там описание чего-то. В регрессии, то есть, когда меняются фичи новые, добавляется и что-то меняется, это есть вероятность того, что будет изменена какая-то функциональность, она перестанет работать, либо станет работать неправильно. В то время, как, изменить сообщение нужно только специально, только влейте в сообщение, его изменить. То есть какая-то другая фича, изменить сообщение, ну, не может, только если там что-то у вас не связано с текстом, конкретно работает программа каким-то текстом. А вот эти сообщения, которые выдаются, у них там не один раз написали это сообщение, оно где-то лежит. То есть проверять его на каждой регрессии нет смысла, ну незачем. И вот такие вещи выносит full, которые full делают уже перед самым релизом, ну не перед самым релизом, там до стабилизации, когда вы проверяете вообще все. Программисты ничего нового не вносят, только фиксят дефекты, выгоняете весь full. То есть вы там уже и сообщения проверяете еще раз, на всякий случай. Все что угодно могло быть, да. Вот тогда имеет смысл. То есть там что-то еще есть, какие-то моменты, которые не вносят обычно в регрессию, а вносят full. Но я помню только про описание именно сообщений. Ну вот, где-то вот так. То есть вот это все, ну границы здесь нет таких четких, не очень плавающих. То есть что из deepsunny переходящего в регрессию, да. Ну что такое sunny переходящего в deepsunny, где-то чуть больше проверок, чуть больше проверок. Да, вот это все может быть у вас в голове. У вас там, если у вас команда, у всех ребят в голове. Этого может не быть тест-листов, но это тоже будет уровень, выговорить, что смог про эти вообще чуть-чуть, да. Sunny чуть больше, deepsunny, ну это со старыми фичами вместе, там регрессия, это вообще все, что есть. Ну, вернее, это большинство всего, полностью вообще вообще все, что есть, это full. Ну вот как-то так. Да. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok